Ого! Где это мы? Вас ждет челлендж! Кто-то из вас получит шоколадный фонтан. Он достанется тому, кто его лучше всех нарисует этими фломастерами. Но есть одно очень важное но. Рисовать нужно ртом, а не руками. Ну все, у вас есть одна минута, и она уже пошла. Я должна выиграть, потому что круче меня тут никого нет. Что? Да ты проиграешь. Потому что лучший рисунок будет у меня. Бинго! У тебя разве может быть шоколадный фонтан синего цвета? Конечно же нет. Выиграю я. Тем более мне только что пришла очень крутая идея. Зачем задувать краску, если можно просто снять колпачок? Ничего себе! Почему только я сама до этого не додумалась? Нужно попробовать. Ай, падаю! Ну как, попробовала? Получилось! Как тебе не стыдно? Лучше бы помогла подруге, а ты глумишься надо мной. За такое нужно проучить. В этом мне поможет простое перышко. Апчхи! И что мне делать? Теперь я будто помидором накапала. Или еще чем похуже. Теперь Сьюзи точно проиграет. Ах так? Ты еще и смеешься, тогда ты тоже проиграешь. Получай. Какой кошмар! Да что ты себе позволяешь? И ты тоже получишь по заслугам. Нет, не надо, умоляю. Девчонки, время вышло. Показывайте, что вы там нарисовали. Джули, что это за красное пятно? Пролила краску? Видимо, на лицо тоже. Сьюзи, почему у тебя тоже все красное? Неужели вы все вместе ели помидоры? Такие рисунки не могут выиграть. У Милы работы тоже так себе, но она хотя бы без красного месива. Мила, ты выиграла. Ура! Теперь он весь будет моим. Приветики, вкусный шоколад. Мы тоже хотим немного шоколада. И мы его получим. Как же вкусно. Как же я рада, что победила. Какое блаженство. Эй, а где весь шоколад? И правда, кто посмел его выпить? Как же ему не стыдно. Да ну вас, воровки. В этот раз ваш приз будет куда более оригинальный. Видите этого милейшего песика? Так вот, приз это не он, а та какашка, которая от него осталась. В этом раунде снова придется рисовать ртом. Так что постарайтесь. Время уже пошло. Думаю, нет ничего проще, чем нарисовать какашку. Итак, приступим. Чтобы рисунок был более дознаверным, нужно добавить запаха. Я даже знаю, как это сделать. Что за вонь? Здесь что, кто-то умер? Или что-то стукло? Ой, мне плохо. Да, я просто давно не мыла ноги. Рисовать ногой это трудно, а вот рисовать локтями это куда более удобное решение. Ну ладно, не проблема. У меня этих фломастеров еще целая куча. Ну давай же. О нет, кажется, я отстаю. Девочки, хватит рисовать. Пора показывать, что у вас получилось. Вот, смотрите. Мила, какашка, конечно, ничего, но я видал и получше. Вот, например, у Сьюзи. Это же шикарно. Супер, я в восторге. А у Джулии какашка получилась так себе. Видно, что она хотела проиграть. Так тому и быть. Настоящую какашку получает именно она. Что? Но мне стало плохо. Плохо из-за Сьюзи. Нет, я не буду есть этот ужас. Резется. Таковы правила. Какой кошмар. Буду представлять, что это просто шоколад. Ну и что, правда, попробовала какашку? Нет, это действительно шоколад. Девчонки, хотите тоже? Да уж нет. Спасибо. Как-то обойдемся. В этом раунде вашим призом станет рыбка. Ароматная и совсем невкусная. Ну а рисовать вы будете соусами. Мне кажется, что это довольно весело и необычно. Так что можете приступать, время пошло. Я еще никогда не рисовала соусом. Надеюсь, у меня получится красиво. Как же их много. У меня будет такой большой выбор. Но почему весь мусор на мне? Я вам не помойка. Так, я тоже считаю, что пора приступать. Это будет самый вкусный рисунок из всех, что я рисовала. Пожалуй, начну с кетчупа. А я начну с сырного соуса. Он желтый, так что он лучше подходит для этой мерзкой рыбы. Ну что ж, приступим. Ничего себе, как быстро он закончился. Нужно поскорее найти ему замену. Кажется, получается очень даже неплохо. Да у меня талант. Блин, даже у Сьюзи рисунок получается лучше моего. Мне стоит поторопиться. Точно. У меня же пять пальцев, а значит, пять кистей, которыми можно рисовать одновременно. Пахнет очень вкусно. Думаю, не будет ничего страшного, если я его немедленно попробую. Какая вкуснотища. Нет, этого мало. Я хочу съесть побольше соуса. Мила, ты что, ешь соус? Ну, у нас же даже картошки нет. Кажется, на этом мои соусы закончились. Ой, нет, только не на мой рисунок. Ну вот, я все испортила. Как же вкусно. Блин, кажется, я съела все соусы. Теперь я точно проиграю. Ну что, девчонки, время вышло, пора бы посмотреть, что вы там нарисовали. У меня остается только один выход. Поменяться рисунками с Сьюзи. Я жду. Джули, ты что сделала? Это же совсем не похоже на рыбу. Мила, покажи, что нарисовала ты. Ого, выглядит неплохо. Пока что это лучший рисунок с соусами из всех, что я видел. Сьюзи, а ты совсем не старалась. Значит, мне придется подарить тебе эту рыбку. Надеюсь, ты любишь есть сырую рыбу. Мне? Но ведь это все обман. Ха-ха, кому-то придется есть мерзкую рыбу. Почему сразу мерзкую? Ее ведь можно приготовить. У меня и горелка есть. Ааа, что ты делаешь? Ой, прости, я просто не умею ей пользоваться. Упс. Так, да. Кажется, нужно направить ее на рыбку. Смотрите, какая аппетитная получилась. Наконец-то я смогу нормально пообедать. Такая вкуснятина. Девочки, в этот раз вас ждет самый милый приз. А именно этот пушистик. Вы должны будете сделать себе грим котика. Кто лучше нарисует, тот и получит малыша. Как всегда, у вас есть одна минута. И она уже пошла. Я и сама похожа на котика, так что мне не придется дорисовывать много деталей. Сьюзи, ты себя переоцениваешь. Всем понятно, что выиграю именно я. Носик уже готов. Остались усы. Так, никто же не запрещал использовать зеркало. Я не понимаю, как можно без него сделать крутой грим. А вот с зеркалом гораздо проще. Я уже почти закончила. Вы все мне в подметки не годитесь, потому что мой грим самый лучший. Ого! Мило, смотри, Джули жульничает. Она использует зеркало, хотя нельзя так делать. Думаю, ее нужно проучить. Согласна. Я даже знаю, как именно. Эй, ты что делаешь? Зачем? Так весь грим испортится. Ну вот, я теперь точно проиграю. А я так хочу себе этого малыша. У меня появилась идея, как устранить еще одну конкурентку. Сьюзи, ты немного не доделала носик. Если хочешь, я тебе помогу. Давай, если тебе не сложно. Я буду только рада. Вот теперь ты выглядишь гораздо лучше. Вылитый котик. Спасибо огромное. Я всегда знала, что мы подруги. Ну что, давайте решим, кому именно достанется этот милый малыш. Джули, на такое даже смотреть нельзя. Ты оскорбляешь мое чувство прекрасного. Сьюзи, а ты что сделала? Мы же тут не пирата разыгрываем. Что? Пирата? Ах ты, мила. Хитрюга. А вот грим милы, кстати, получился очень даже милым. Так что пушистик теперь будет дружить с ней. Ура. Я буду тебя любить. Не кормить. Ты будешь... О, нет. Кажется, у милы аллергии на котят. Ничего страшного, мы сами справимся с пушистиком. Ого, мила вся покраснела. Нужно бы врача вызвать. Да, пушистик. Какой хороший. Челлендж для художников. Ого, это крутая идея. Шоколадный фонтан получит тот из вас, кто лучше всего его нарисует. Раз все согласны, то пора бы приступать. Но учтите, рисовать вы должны без рук. Это обязательное правило. Если все понятно, то ваша минута пошла. Поехали. Я уже уверена, что победа у меня в кармане. Чего мне соревноваться с этими неумехами? Кто бы говорил. Что-то мне подсказывает, что фонтан из шоколада получу я. Уж больно круто я рисую. Еще чего. Он мой. Правда, пока что мне не очень нравится то, что получается. Может, нужно просто сменить тактику? Думаю, рисовать фломастером будет куда удобнее. Так. Вот так попробуем. Хорошо. Точно. Фломастер. Я тоже хочу рисовать им. Да уж, ты фломастер, ты открыть не можешь. Вообще-то, это не смешно. Так, и что же мне делать? Тем более, у других такие классные рисунки. Ладно, ничего страшного. Если у меня не получается красиво нарисовать, то нужно, чтобы другие тоже попортили свои шедевры. Думаю, перо мне поможет. Ты что сделала? Из-за тебя я весь рисунок испортила. Ага. Вот это невезуха. А ты чего смеешься? Я тебе испортить могу. Кроме того, твоему рисунку тоже хана. Я и его испорчу. Будешь знать, как смеяться над Самантой. Нет, хватит. Правильно, так ее. Челси, а ты почему радуешься? Я и твой рисунок сейчас мигом испоганю. Не надо, прошу. Стоп. Девочки, ваше время вышло. Показывайте рисунки. Блин, я даже не успела испортить рисунок Челси. Давайте посмотрим, что же вы там успели нарисовать. Мэри, это еще что такое? Похоже, не на фонтан, а на какую-то кляксу. Саманта, твой рисунок тоже не очень. Почему вы не постарались? А как вам моя работа? Ну, она лучше, чем у других. Окей. Ну, я видел и получше. Ладно, так как у других все еще хуже, сегодня побеждает Челси. Ура! Я больше всех старалась, поэтому я заслуженно получила эту награду. Думаешь, ты одна можешь пить шоколад? Ошибаешься. Мы тоже можем это делать. У нас даже трубочки специально для этого имеются. Как же вкусно. Эй, а где мой шоколад? Ну, ты же наша подруга. Вот ты и поделилась с нами. Воровки. На этот раз ваш приз будет еще круче. Смотрите, какой милый песик. Да, такой пупсик. И он очень объелся, поэтому хорошенько сходил в туалет. И нашим призом станет эта милейшая какашка. Кто лучше нарисует, тот ее и получит. Желаю удачи, а ваше время уже пошло. Я не хочу какашку. Нужно просто нарисовать что-то, но не какашку. Я должна сделать самый плохой рисунок в своей жизни точно. Нет ничего хуже, чем рисовать ногой. За запах сразу прошу прощения. Что это такое? Началась ядерная война? Откуда эта вонь? Это всего лишь моя ноженька. Все точно нарисуют что-то крутое. А я просто буду мазать фломастером по бумаге. Так меня и не засекут. Какашку получить не придется. Блин, я потеряла коричневый фломастер. Мне срочно нужна замена. Что-то у меня все из рук валится. Нужно быть аккуратнее. Интересно, что успели нарисовать остальные? Так, ваше время вышло. Показывайте свои художества. Уже все? Ура, я готова показать рисунок. Челси, я ждал от тебя большего. Ого, Саманта, да ты умница. У тебя прекрасный рисунок. Мэри, а ты почему спишь? Я не сплю. Вот мой рисунок. Ой, вот это и правда настоящая какашка. Значит, приз получаешь именно ты. Давайте поздравим Мэри. Какашку? Блин. По правилам ты должна ее съесть. Да, но вдруг мне повезет и окажется, что это всего лишь шоколад. Фу, она и правда ест какашку. Сами вы какашки. А это обычная очень вкусная шоколадная паста. Хотите попробовать? Очень вкусно. Девочки, на этот раз сражаться вы будете за этого милейшего котенка. Какой миленький. И очень пушистый. Если вы нарисуете его очень круто, то он ваш. Рисовать на этот раз нужно будет мелками. И на своем лице. Я могу лишь пожелать вам удачи. Время пошло. И правда, зачем рисовать что-то на бумаге, если я сама очень похожа на милого котика. Просто нужно пару деталей на лице дорисовать, и все готово. Я тоже похожу на кошечку. Мяу. И крашусь я лучше всех. Вы можете мучиться сколько угодно. А я единственная, кто додумалась достать зеркало. Без него я точно ничего нормального не нарисую. Тем более зеркало не против правил. Победа точно у меня в кармане. Челси рисовать совсем не умеет, а Мэри... Ого. Использовать зеркало это против правил. Как тебе не стыдно. Смотри, Челси, ты видишь эту наглость? Да, это несправедливо. Мы должны проучить Мэри. Давай смоем ее макияж. Мэри, ты готова принять душ? Тогда получай. Нет, зачем? Зачем вы это сделали? Я могла получить пушистого котика в подарок. Точно, котик. Если Саманта будет краситься так же круто, то не видать мне котенка. Нужно испортить ее макияж. Саманта, у тебя краска смазалась. Где? Скажи мне, я исправлю. Давай лучше я тебе помогу. Мне не сложно. Так. Да. Вот теперь супер. Ой, спасибо большое. Девочки, показывайте ваши мордочки. Будем смотреть, у кого что получилось. Мэри, ты опять даже не старалась. Какой ужас, даже котику видеть нельзя. Саманта, а ты вообще видела, как ты выглядишь? И как выглядит кот? При чем тут пират? Пират? Какой пират? Ах ты, Челси. Я тебя проучила. Зато теперь ведущий по заслугам оценит мой макияж. Да уж, придется опять отдать победу Челси. Потому что у остальных все гораздо хуже. Ура, теперь этот малыш мой. О, апчхи. Кажется, вернулась моя детская аллергия на кошек. Апчхи. Апчхи. Ничего страшного. Теперь котенок будет более в надежных руках. Моих и Мэри. Нет, он мой. Вывечись сначала, а потом мы отдадим тебе котика. Раз прошлый приз был таким классным, то этот может вам не понравиться. Вы будете бороться за рыбку. Более того, рисовать на этот раз вам придется разными соусами. Будет труднее, но вы справитесь. Время пошло. Конечно, все будет супер. Рисовать соусами – это не только весело, но и вкусно. Ты чего там делаешь? Оставь мусор при себе. Прошу прощения, я не специально. Ладно, я не обижаюсь. Наверное, рисовать соусами – прикольно, они же такие яркие. Выглядит очень даже круто. Оказывается, кетчуп – это неплохая краска. А-а-а-а! А-а-а-а! Мне кажется, сырный соус тоже довольно яркий. Так что и с его помощью можно сделать классный рисунок. Он так быстро закончился, но не беда. Они все выглядят очень яркими и красивыми. Так что любой соус поможет мне в рисовании. Ого! Я и не думала, что рисовать соусами – это так увлекательно. Так. Блин, все рисуют слишком круто. Мне тоже надо поднажать. Я тоже хочу красивый рисунок. Соусы очень неплохо пахнут. Наверное, они на вкус очень приятные. Ого! Какие же они вкусные! Зачем вообще рисовать, если соусы сами по себе такие классные? Правда? Мне кажется, есть просто соусы – это странно. А вот и нет. Это круто и очень вкусно. Согласна. Но рисовать все-таки круче. Ой, дурацкие коробочки. Блин, они испортили весь мой рисунок. Как вы могли так меня подвести? Дурацкий мусор. Блин, кажется, я съела все соусы. Рисовать мне теперь совсем нечем. Но ничего страшного. Можно просто украсть рисунок у Саманты. Ваше время подошло к концу. Показывайте, кто что нарисовал. Показывайте. А я пока заберу себе хороший рисунок. Мэри, сегодня явно не твой день. Рисунок так себе. А вот у Челси мне нравится больше. Хорошая работа. Саманта, а ты чем занималась? Думала, если будешь сидеть и ничего не делать, то не получишь рыбу? Как бы не так, поздравляю. Именно Саманта получает целую кучу рыбешек. Это все из-за Челси. Я не съем так много сырой рыбы. Плес. Идея. Зачем есть сырую рыбу, если можно ее приготовить? Это отличная мысль. Не зря же я всегда ношу горелку рядом с собой. Ой, Челси, прости. Кажется, огонек и на тебя попал. Да уж, а тебе идет. Да ну вас. С помощью горелки можно превратить гадкую рыбку во вкусный деликатес. И сделать это очень просто. Вот, смотрите. Пожелайте мне приятного аппетита. Просто изумительно. Вау, Эннид прикупила себе новую машину. Выглядит круто. А вот и Вензды на своей новой тачке. Эй, у нее такая же машина, как у меня. Нет, это ты купила такую же, как у меня. Девочки, давайте не будем ругаться. Ваши машины выглядят супер. Зачем же гадать, кто купил первый? Оу, видимо, начинается челлендж. Ля-ля-ля, моя радужная посылка пришла. Что она задумала? Это что, украшение для машины? Именно так. У меня будет радужная машина-единорог. Какой же чудесный мягкий радужный коврик. Важно обклеить ковром всю машину. Вот так моя машина будет точно круче, чем у Венздей. На колесах будет радуга, а на капоте рог. Ого, Эннет, твоя машина выглядит просто потрясно. Венздей, как тебе? Мне? Даже комментировать не буду, это радужное безумие. Но у меня есть идея. Я тоже задекорирую машину в своем стиле. Осталось только заказать все самое нужное. Курьер уже прибыл и так быстро. А с ним точно все хорошо, он какой-то бледный. Да, это Квентин, и он работает на Графа Дракулу. Спасибо. Так, посмотрим. Черный баллончик – хороший вариант, чтобы быстро покрасить машину в мой любимый цвет. Все-таки этот белый смотрится просто ужасно. Совсем другое дело. Мне, конечно же, нужны аксессуары. Хочу машину вампира. И не забудем про самое важное – зубы и клыки. Теперь машина выглядит устрашающей. То, что нужно. Ой, а это что за мрак такой? Машина Вэнсдэй в новом стиле? Кажется, ни Вэнсдэй, ни Эннет не намерены мириться. Эннет, ты снова что-то заказала? Да, тут по мелочи для интерьера машины, а то внутри как-то скучновато. Я только накину радужные коврики на сиденья. Мамочки, какие же они мягкие и яркие. И на заднее сиденье тоже. Ведь у меня много друзей, которые обычно сидят сзади. Думаю, им понравится. Руль я тоже украшу чехлом, чтобы все было в одном стиле. А вообще радужных украшений много не бывает. Здесь у меня будет сидеть мой любимый Хаги-Ваги. Здесь я размещу радугу. А сзади будут отдыхать мои милые радужные игрушки. Осталось совсем немного, и моя машина будет полностью готова. Готово. Вау, Эннет, интерьер твоей машины выглядит просто отпадно. Я это так просто не оставлю. А почему бы и мне не сделать дизайн салона только намного круче? У меня как раз завалялся черный ковер. Вот это я понимаю красота. Положим побольше черных подушечек для любимого Хаги-Ваги. Не забудем про чехол на руль. О, да. Я уже предвкушаю, как буду разъезжать по дорогам. Сюда я наклею летучих мышей и паутину. А здесь у меня будет висеть мой друг. Кстати, его зовут Джек, и он забавный. Подарки от родителей размещу на приборной панели. Готово. Что может быть лучше? Венздеи, у меня мурашки по коже от этого интерьера. А это еще один твой друг? Да, это Боб, и он немного схуднул. Ой, у нас что, Хэллоуин? Мой друг передает привет. Какой ужас! Нужно спрятаться поскорее. Венздеи, ты что-то чинишь? Вещь, подай-ка мне ключ. Давай же. А можно поторопиться? Спасибо. Венздеи, ну расскажи, что ты делаешь. Мы же все умираем от любопытства. О, Эннет, привет, как ты? У нас тут Венздеи что-то мастерит, но мы пока не знаем, что не рассказывает. Наберитесь терпения, сейчас я все расскажу. Вещь-ключ. Эй, а где вещь? Я тебя найду, ленивец, лишь бы не работать. Один раз попросила помочь, и то убежал. Ну, где же ты, негодник? Я не буду ругаться, обещаю. Только немного разозлюсь. Выходи, я сказала. Он что, в ад провалился? Его нигде нет. Вещь я отправлю тебя к родителям. Ой. А что это за очередь посередине улицы? Интересно, зачем же они стоят? Эннет, что здесь происходит? Привет, Венздеи. Мы с вещью открыли салон красоты в багажнике. Как тебе? Вы сделали что? Вещь, ты безнадежен. Так, давно я не стригла свои кустовые розы в багажнике. Думаю, что пора заняться этим, пока у меня есть свободное время. Мои розы так прекрасно пахнут. Вот это красота. Ну, а теперь время погладить моего любимого кролика. Ой, напугала. Смотри, какой хороший. Хороший? Да он же милый. И к тому же белый. Фу. Пойдем посмотрим, что есть у меня. С радостью. Ура, вечеринка у Венздеи. Ну, показывай. Подожди. Сначала закрой глаза. Без проблем. У меня как раз есть радужный шарфик. Я просто обожаю сюрпризы. Ой, Эннид, боюсь, тебе такой сюрприз не понравится. Все выглядит очень страшно и довольно мерзко. Хотя это же багажник Венздеи, поэтому вполне ожидаемо. Эннид, держись, будет страшно. Остается надеяться, что если уж не змеи, то хотя бы крыски тебе приглянутся. Ой, что это здесь? Такое мягкое. Как интересно. Венздеи, сюрпризы я очень-очень люблю, поэтому не подсказывай. Ой, а это что? Я могла бы подумать, что это змея, но откуда же им тут взяться, да, Венздеи? О, нет, это и правда змея, а еще и крысы. Как ты могла, Венздеи? Да, Венздеи, это было чересчур. Ура, Венздеи сейчас будет играть на своей виолончели. Давно хотела послушать. Это что за ужас льется мне в уши? Выключите. Только Эннид может слушать эту музыку для пыток. Я такое даже злейшему врагу не включу. Хорошо, что я купила новые колонки себе в багажник. Боб, давай покажем, что такое настоящая музыка. Ого, у нас что, музыкальный батл? Интересно, чем же ответит Эннид? Что? Я думала, это кошки под окном орут, а это Венздеи со своей виолончелью. Ты распугала моих подруг. А это еще что? Вещь, это ты что ли, диджей? Вообще-то я воспитывала тебя на классических симфониях. А по-моему, звучит здорово. Даже танцевать охота. Давай, Венздей! Ну ладно. Признаюсь, немного вкуса в этой мелодии есть. Танцевать под нее и правда круто. Девчонки, как же здорово, что вы помирились. Музыка всех сплотила. Вещь, ты гениальный диджей. С вами был я. Автор субтитров, jok κ.